всем добрый вечер сейчас подождем подождем пока народ присоединится вот ждем ждем кто будет первым привет а и маник о ленчик ленчик привет привет моя дорогая я вижу новых людей присоединились привет привет всем 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 добрый вечер сейчас подойдем еще немножко и уже начнем добрый вечер всем добрый вечер марина я вижу тебя зина добрый вечер это котова добрый вечер я очень рада всех видеть я вам благодарю вас что вы выделили свое время на на меня спасибо вам огромное тема сегодня наверное очень такая интересная я нашла фотографии я нашла фотографии где мне 100 килограмм у меня было ровно 100 килограмм когда я увидела эту цифру это конечно меня повергло в шок о саша привет это мой друг из алматы всем добрый вечер добрый добрый вечер для саши наверное будет не очень интересна сегодняшняя тема эфир по похудению а может быть и интересно сашкин то тоже послушать тогда вот так не пугайтесь первая фотография 100 килограмм вот она я это я первая фотография у меня их много кстати я не буду все показывает конечно прошу прощения еще одна фотография это мы не зря зашли это точно добрый вечер так вторая фотография это мы на природе найдите меня пожалуйста кто найдет меня тот получит шоколадку сохранить эфир да я сохраню конечно сохраню кто найдет меня давайте давайте быстренько ищем добрый вечер добрый вечер я вижу новые новые люди присоединились я у я очень рада белые бруби белые брюки точно 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 лена угадала лена пир кто написал первая лена а нет валентина придется вам шоколадку отправлять валентина вы где находитесь каком городе пришлите мне пожалуйста в личку адрес вы получите шоколадку из голландии сто процентов открытки мои кстати уже начали получать которые я посылала но еще есть время вот кто я первая хорошо ты тоже получишь шоколадку 2 слева точно пенза замечательно я думаю дойдут значит про открытки тем кто новенькие пришли я посылаю открытки по всему миру с новогодней открытки с новогодним рождество наверно уже не успеет прийти а российское рождество успеет так что я вас сразу знала спасибо вот значит присылайте мне адрес в личку я вышлю вам фотографии о чем я думаю вышлю вам открытки а вот валентина и лена получит две шоколадки вот так пошли дальше ну я покажу еще одну фотографию и тогда и потом я уже начну хорошо вот на я еще вот вот мои 100 килограмм на мордочке все видно мордочка была вот такая вот большая адрес напишу в директ да конечно в директ так вообще с чего все это началось я перешла из полиции работать в банк там взяла ипотеку а я ну хорошо и ты напишешь хорошо и ты получишь напиши только адрес и ты получишь высылай фотографии полезен на холодильник чтобы их не открывать точно спасибо симпатичное спасибо не может быть может я вот сама удивляюсь это я может вот она мне у меня я нашла фотографии вот она и 100 килограмм мороз тоже 164 и 101 вот валентина вот вот вам хороший хороший метод я все все расскажу это очень просто запрос на участие давайте давайте с участвуем пока чуть попозже вот я сейчас сначала немножко расскажу а потом я вас приглашу валентина вот вы точно мой 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 тип который у меня есть мой прототип который у меня был вот так начнем значит я вам перешла из полиции в народный банк казахстана работать взяла квартиру в ипотеку сделала ремонт появились денежки хорошая жизнь работа квартира друзья здравствуйте здравствуйте я или я или я или я дикер хим ой мой муж написал что я толстенькая мой рост тоже 164 вес 61 61 это идеально кстати рост для 164 на последнем фото классно выглядишь спасибо а хотите я вам покажу фотографию а я получила в банке как награду лучший лучший сотрудник департамента безопасности вот и значит диплом не вручал марченко он в принципе известен и в россии тоже это он очень умный мужичок это наш председатель совета директоров банки вот смотрите вот он толстенький медвежонок получает диплом вот началась у меня хорошая жизнь банки хорошо люблю покушать ой напряжение в сутки заканчивается а саша ладно хорошо но ты мне вышли адрес и я тебе вышлю в шоколадку как обещал вот и значит так постепенно вроде бы незаметно нет здесь не толстенький норм ну хорошо вот и вес набрался постепенно незаметно то есть я как-то ну да одежду на размер больше покупаешь потом через месяца два еще раз на размер больше и как-то особенно и не замечаешь этого роста если честно вот но однажды весы у меня были конечно я не вставала на весы однажды я встала на весы и дала ровно 100 килограмм и вот тут меня стукнуло вот то есть насколько я знаю человек должен сам прийти к решению то есть никто его не должен не уговаривать не не говорить что ты должен похудеть нечего должен сам сам решить для себя что так больше уже не пойдет как от сладкого отказа туда сейчас расскажу сейчас расскажу я прочитала очень много литературы и вот что я вам советую сделать настольную книгу есть такой столешников у него книга как вернуться к жизни вот эту книгу она в свободном доступе в интернете лежит вы ее должны распечатать и прям маркером и закладками прочитать и не один раз вот это была моя настольная книга как вернуться к жизни он рассказывает много всего это вам будет интересно почитать если я начну про него рассказывать у нас не будет времени на все остальное вот я я кстати подготовилась я записала литературу что делать как действие то есть я к фигуру подготовилась вот литературу я напишу когда выложу эфир выложу эфир в инстаграм сохраненный я напишу прямо в комментариях полностью всю литературу все сможете не записывать вот второе это арнольд эрит у него есть тебе слизевая диета тоже очень хорошая книга очень советую почитать и третье самая главная книга это вот авасян это кстати наши советского еще советского союза очень хороший доктор авасян у него есть книжка сыроедение на шестьдесят седьмого года выпуск она есть тоже в интернете вся литература есть в интернете вот ее я советую почитать и значит часть секунды конечно марва огонян в ю тубе посмотрите очень много ее лекций особенно старые лекции тоже это очень интересная женщина а да имел ввиду как могу от такого подарка отказаться а хорошо да шоколадка конечно это точно вот марва огонян очень советую это тоже еще доктор из еще тоже из советского союза у нее очень интересные лекции в ю тубе все есть у нее прям цикл лекции около 30 часов выложен в ю тубе вот так есть еще норман окер сырые растительные соки у окера кстати есть вот в этой книге сначала идет описание каждого сока от чего а потом в конце у него прям есть заболевание и какой сок нужно пить при диабете при похудении при головных болях полностью все у него там расписано прям такая табличка есть это тоже книга должна быть в интернете если не найдете у меня есть я вам ее перешли без проблем вот норман окер вот эту табличку вам вообще нужно распечатать повесить на куда-нибудь на холодильник потому что эти соки вам нужно каждый день обязательно пить каждый день так но это я рассказываю прежде чем начать худеть что я сделала я сначала про прорыла очень много литературы очень много всего вот это основные книги которые вы обязаны просто прочесть будет потому что они они действительно очень важные это не для похудения если честно это именно для оздоровления организма идет полностью очищение организма полное очищение организм с чего я начала я закрыла плиту на то есть плита у меня была закрыта я жила в алмате и рядом со мной в субботу воскресенье проходил базар с этого базара и в субботу воскресенье я приволокила огромные сумки знаете я прочитала выражение это действительно было про меня как узнать сыроеда на базаре он с огромными сумками всегда вот потому что апельсины мандарины все фрукты вот все что можно арбузы когда пошли арбузы и вообще по килограммами таскала 10 килограммовые арбузы вот знать плита закрывается переходим на сыроедение но прежде чем перейти к сыроедению этого чисто мой опыт я с вами хочу поделиться у столешникова написано как провести голодание то есть я вам не говорю что вы там должны 21 день голодать нет первое время попробуйте где-то дня два три два три дня максимум ой педрос присоединился это знаете кто это это с нашей индии с нашей деревушке бинаулем наш ресторанчик каждый вечер там были сейчас границы закрыты индия индия ждет нас вот значит прежде прежде чем перейти к сыроедению нужно дня два три подготовить немножко организма потому что это все-таки стресс большой для него столешников тоже пиши что нужно вот не сразу много голодать потихоньку начинать очень важный процесс при голодании сколько дней вы голодаете столько дней должен быть выход из голодания у столешникова этот выход очень хорошо прописан то есть если вы три дня голодать у вас три дня должен быть выход выход он идет на соках если вы не можете обеспечить себя вот соками свежий апельсиновый сок апельсиновый сок и лимон значит пол лимона 21 апельсин и разбавляете первый день разбавляете по пол стакана где-то половина сока половина воды чистой родниковой ну как какую выпьете чистую воду первый день значит половинку на второй день уже можете целыми стаканами пьете целый день целый день пьете поэтому нужна хорошая соковыжималка это сто процентов и лучше взять соковыжималку шнековую это знаете которая травку тоже делает почему я вам сейчас расскажу вот значит выход обязательно запомните сколько дней голодаете столько дней выход обязательно на соках вот потом на обязательно нужно водой а к вот потом вы вышли все хорошо и начинаете кушать только овощи фрукты очень много зелени шпинат вот салаты различные если даже записала какие обязательно много много зелени сельдерей петрушка кинза салаты в общем все салаты все и всю зелень которую вы едите обязательно нужно есть салатов я делала огромную вот такую вот чашку туда значит помидоры огурцы вся зелень заправка заправка ни в коем случае соль соль мы исключаем совсем вот заправку можно делать я напишу потом рецепт если кому надо значит оливковое масло мед лимон и какие у вас есть травки я картошку люблю это считается ну картошка простите картошка картошка считается но картошка это получается не сыроедение это получается вегетарианство тоже хорошо вот но вот чтобы вам прийти форму нужно первое время немножко себя поддержать я прошу прощения мне вчера было вчера была химия у меня нос чуть-чуть после химии поэтому простите меня за мой носик вот про что я рассказала про зелень что вы еще должны делать обязательно обязательно вы должны проращивать вид грас проращивать не только вид грас а проращивать очень много разной зелени можно проращивать сейчас я посмотрю я записала или нет не записала сейчас а проращивать записала зеленую гречку пшеницу люцерну овес в общем все что найдете для проращивания все можно проращивать если вам интересно я в следующем эфире расскажу прям сам процесс как проращивать это очень просто это занимает очень мало времени это не что что вот много времени нет снимает очень мало времени очень быстро делается то есть проростки вы уже можете получить и кушать уже на второй третий день но зависимости от сорта вот если вам интересно я в следующем эфире тогда расскажу как проращивать так плита на замок сказала хорошая сяковый жбанка сказала лучше шнековая каждое утро вы должны пить вид грас вид грас это пшеница когда вырастает где-то до 10-15 сантиметров максимум вот и такого размера вырастает пшеница проростки пшеницы когда пшеница прорастает вот сразу делаете много потому что уходит очень много срезаете ножничками эту зелень и зависимости от того какая у вас соковыжималка если вас есть шнековая выжималка которая травку делает хорошо можете сделать с этой соковыжималка но у меня обычная я делаю просто режу ножичком стаканчик наливаю немного воды и взбиваю блендером просто взбиваю блендером и потом вот этот сок отжимаю конечно и разбавлять его обязательно нужно апельсиновым соком потому что интересно расскажешь проращивать я я я хорошо я расскажу про проращивание в следующем тогда эфире я расскажу вот просто взбиваю блендером отжимаю и пью но с апельсиновым соком вкус конечно сразу предупреждают вот еще но это очень полезно вы можете в интернете посмотреть видграсс вот он очень полезен для здоровья очень полезен вот проращиваем у меня мой кузя сожрет может не сожрет а в каком количестве можно есть овощи и фрукты здесь нет количества сколько вот вы проголодались взяли яблоко проголодались что-нибудь съели то есть вы можете фрукты есть целыми днями у меня холодильник был забит полностью только фруктами и овощами вот значит видграсс видграсс обязательно пить каждое утро дальше бассейн это да я ходила в бассейн и утром до работы и вечером минимум два три раза в неделю надо плавать потому что при этом весе очень большой вес и физические нагрузки это нереально делать то есть спортзал эти бесполезно самое легкое что я для себя нашла может быть вы найдете что-то другое я ему прокативать пшеницу хорошо сажать вот значит я для себя нашла что бассейн плавание очень хорошо помогает при похудении очень изумительно потому что вода это как массаж водяной массаж вы получаете вы плаваете получается вы расходу эти энергию и плюс вы еще получаете дополнительный массаж на все тело это удивительно то есть обязательно проращивая ты ему проращиваешь пшеницу коту ну вот а сама не ешь тоже надо есть вот бассейн сказала советую скрабовый массаж два-три раза в неделю не часто потому что жировые отложения вот эти все чтобы не было потом вот когда худеешь чтобы этих описанных описанных складок не было растяжек не было очень советую делать кофейный скраб берете кофе ну ну не очень дорогой но который в зернах размолотый некоторые растворимы которые именно размок который нужно варить берете этот кофе берете мед и и делаете немножко я делаю прямо такую баночку туда кофе засыпаю и медом разбавляю смотрите по консистенции чтобы было просто удобно удобно намазывать два-три раза в неделю обязательно скраб ну чтобы не было вот этих всяких нехороших вещей вот что дальше много пить чистой воды это да происходит очень большое большое течение очень сильное течение организма и поэтому надо очень много пить хорошей чистой воды и плюс я вам советую делать в термосе я каждое каждое утро делаю в термосе вода где-то 50 60 градусов половина сока лимона этот меня литровый термос половин они пол-литровый пол-литровый половина сока лимона и вот где-то вот такой вот кусочек имбиря просто чистите режете заливаете вот эта водичка теплая но где-то минут 10 по стоит уже можно пить вот эту воду нужно пить в течение дня целый день можно выпить и в конце просто долить теплой водички с лимоном и мед а я забыла про мед значит имбирь мед и лимон светлана привет присоединилась и на моего папа вот то есть получается вот эту воду тоже очень она очень полезна это я все испытал на собственном опыте поэтому я делюсь вот то что я испытала не то что плохо то что действительно хорошо работает вот так дальше про воду сказала а пролет так каждое утро нужно есть чайную ложечку размолотого льна с медом то есть лен в блендере размолоть ну тоже можно чашечку небольшую сделать медом добавить размешать и каждое утро одну чайную ложечку этого льна седать это очень вкусно детишкам очень кстати полезно и если у вас дети есть то их тут тоже можно дальше идем рассказала много много зелени сказала много фруктов овощей сказала много ходить пешком вот это да это не или ездить на велосипеде у нас правда погода уже не очень для велосипедов но ходить пешком я с работы тогда старалась пешком все время ходить ну вот ну вот если это кратко теперь вот то что я делала я круглыми сутками ела вот это вот эту чашку салата делала себе и ела утром утром нет а вот в обед вечером вот у меня вот эти салатики потом значит можно вот эти салаты вы сделали очень много вкусного можно просто их взбить в блендере и получится как смузи очень вкусные смузи из овощей вот ну все кратко я рассказал у нас у нас времени есть у нас еще время у нас еще полчаса здорово все давайте теперь вы можете присоединиться валентина может быть захочет ко мне в эфир выйти и давайте мы я поотвечаю на вопросы на ваши хорошо валентина вы как пойдете ко мне на эфир нет хлеб нет хлеб мучное все молочное мучное все все закрываем никакого хлеба ни в коем случае никаких крекеров никаких хлебцев якобы там первые вот вы когда достигнете того что вы хотите потом вы постепенно можете уже я не говорю что все время так но есть и многие сыроиды которые живут все время и и для только сырое я сейчас вот у меня сейчас мой рацион утром я ем фрукты большую чашку фруктов мне муж делает там значит арбуз банан виноград половина яблока половина груши а еще было бы сын голова голубика вот не сегодня хорошо валентина не сегодня как хотите кто-то кто выйдет ко мне в эфир давайте быстренько быстренько решайтесь если вы здесь не решитесь я сама выберу вот значит молочка сыр и сыр и конечно тоже нет но сейчас сейчас я ем значит утром фрукты сыр я ем сейчас в обед кое-что из приготовленного то есть я ем рыбу не ем мясо мясо я категорически не прививлю не мясо не сосиски не колбасу нить его вот рыбу я ем рыбу и креветки и что-нибудь из овощей или картошка пюре или неважно что но такое все а вечером у меня стандартной помидоры с сыром здесь очень вкусный сыр марина марина юля вперед твоего сыроедения я тебя помню мне казалось что ты была лишена энергии засыпала уже в 21 00 на ходу или это было случайным наблюдением нет ты права первое время конечно когда идет идет очень сильная интоксикация организма очищение организма потому что выходят все нехорошие вещи конечно да ты права у меня иногда было что абсолютно нет сил это тоже нужно будет пережить это тоже а я люблю фруктовые салаты заправлены йогуртом но вам от йогурта но если натуральный йогурт без всяких химикатов не знаю давайте с этого хотя бы начните если вы это любите потому что сильные видите когда очень сильный напряг организм потом сдается вы скажете да ну его нафиг не буду ничего делать вот поэтому нужно медленно спокойно аккуратно подходить подходить то есть я конечно не врачи я не могу вам не диетолог я вам рассказываю просто свой опыт вот я думаю вот фруктовые салаты можно заправлять медом с лимоном медом очень вкусно заправлять салаты я фруктовые салаты только с медом и хотя йогурт вот мы в индии были там очень вкусные очень вкусный йогурт натуральный изумительные там конечно я конечно там отрывалась и с фруктами и с овощами и с рыбой в индии конечно было очень вкусно вот так что мой рацион сейчас такой то есть я получается где-то процентов 70 сыроедение процентов 30 приготовленная пища вот так все я пошла выбирать кто пойдет ко мне или дайте я знаю кого я вызову я знаю кого я приглашу где она а где она я не вижу лена ты где не вижу как так так тогда пойдут мои родители моему брату и моему папе о мед лимон и горчица все взбиваешь и заправляешь о супер рецепт точно точно очень хороший рецепт вот видите как классно люблю я скинула у меня было вот елена спрашивает сколько я скинула у меня было 100 килограмм и за полгода я дошла до 60 то есть получается 40 килограмм за полгода медленно спокойно и без всяких срывов без без ничего не хотят отвечать о папа папа пойдешь со мной поговоришь или девочки давайте может быть саш может и выйдешь может у тебя такие у тебя кстати ты же профессионал кстати ты же профи вот мед лимон и горчица все взбиваешь и заправляешь может у тебя еще есть рецепты хорошие заправки и салатов и фруктов вот так елена яга хорошо это пока вы думаете кто пойдет ко мне на серию он еще фотографии пока что вы испугались так вот это вот это я со своим крестником из алматы о какая толстенькая мордочка вот ой это страшная фотография ужас вот здесь видно что 100 килограмм кошмар так ничего никто не получится он эфир быть почему так сейчас я вас сама вызову зинаида мазнева это новенькая у нас зина вы хотите со мной поговорить людмила булатникова тоже новенькая светлана свет может ты хочешь екатерина собанова марина деева наталья калина это холи мудяков критика своего не вижу не удается присоединиться окей так дина тюрина дин может ты пойдешь ко мне на вы поговорим я тебя 100 лет не видел в мире так все время идет вызываю папу раз никто не вас плохо видно а сейчас как сейчас хорошо до плохое качество что-то размер я наверно потому что я искала кого пригласить и поэтому а сейчас как стало посмотрите пожалуйста из напишите пожалуйста так сейчас сейчас тоже плохо видно что такое они теперь все классно он хорошо все слава богу все хорошо так давайте еще что-нибудь расскажу расскажу может быть про проращивание пока но у меня здесь нет ничего тут нужно показывать баночки они саша наконец то саша как раз это профессионал она может рассказать рецепты что лучше готовить как лучше заправлять вот она на я не красавица я ведь тоже набрала извините меня сорока пяти килограмм восемьдесят четыре сейчас стало да да но у меня было знаешь что у меня гормональный сбой произошел все на нервной почве кстати это все 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 от нервов как бы вот после как я в греции стала продавать свои магазины от ресторан кофе нею потом переезд сюда в голландию там еще дома я начинала тихо тихо заедать свои свой стресс что я готовила потому что готовить я люблю и хорошо готовлю до сих пор как приезжаю домой меня все мои клиенты все пилаты вспоминают когда же ты вернешься со своей голландии откроешь снова но хочу сказать что все зависит от нас когда ты вернешься хочу твои пельмешки я кстати здесь сегодня мне тоже звонила одна женщина она была постоянно клиенту александра когда ты но я думаю я хочу после нового года что-то новое придумать я хочу делать пельмени из соевых продуктов кстати вот это как раз для меня да это то что потому что у меня сейчас ну мой сын улез живет девочка у нас испанка она вегетарианка она не ест мясо вообще это употреблять свою пищу и иногда так получается что она приходит в гости или я к ним иду и у нас но она рыбу кушает ей нравится как я делаю креветки готовлю вот греческие вот эти вот все а я не пробовала креветки по-гречески а можно я закажу креветки по-гречески можно я вообще хочу чтобы ты приехала я уже сейчас дома все я мне вообще дали по безработице два года и вот сегодня у меня была кстати женщина звонила она мне говорит александра хочу твои пельмени ну я ее отправила туда-сюда и она мне говорит что не то что как реклама она мне говорит александра вот у дианы все вкусно ну никак твои пельмени мы попробовали ну да у меня там есть же свое что-то я туда вместо лука я кладу лук латук вот этот зеленый он очень полезный там очень много каких-то клетки которые не дают стоять организму они не вызывают вот эту отрыжку когда ты ешь пельмени у тебя в каркерсоре вот это и вот сегодня я сделал один салатик кстати очень полезный девочки нефиг делать я вам сейчас время есть могу рассказать берешь кастрюльку по чугунок наливаешь вот так полностью дно постного масла можно ливкового но я предпочитаю кукурузное масло вот она у тебя сильно нагревается пока на у тебя греется я беру этот лук порей или латук одно и то же я вот вот такими кусочками нарезаю вот так два штучки мою нарезаю он у меня лежит беру морковку режу кругляшками вот так с палец толщиной откладываю беру разноцветный перец красный там допустим желтый зеленый тоже вот так нарезаю я потом скину фотку у меня есть сегодня сынуля забрал с собой и будет в общем это все вот в это кипящее масло ты закидываешь и вот на медленном огне тушишь 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 потом добавляешь туда в конце маленькие помидорчики черри вот эти чтоб 10-15 вот так и она вот все подмельно показать когда ты видишь что нужно полу готовая я люблю этот салат не сильно готовы некоторые чтобы он мягенький был берешь обыкновенный я беру баночку наливаю туда где-то 20 грамм масла кладу туда пол чайной ложки горчицы пол лимона и можно мед чайную ложечку и все вот так взбивать до белой пеночки и вот этот вот салатик заливаешь супер получается вот я сегодня ей правило она любит очень но я и а еще я костя любит у меня сынуля любит курица я отдельно поджарила курочку и добавила туда белое мясо куриное смешала и сделала обыкновенный плов просто рис морковка чеснок и постное масло это супер он мне пришла мама вот так как раз пришел брат он ходил город за покупку он пришел я его тоже покормила ему все это ставила это очень вообще вот эту заправку она очень полезна она кстати как бы не дает вам оливковое масло я знаю поправляет человека я знаю а вот кукурузное масло нет я во все салаты вот например огурцы с помидорами сделаешь салат зальешь просто оливковым маслом через час ты его должна выбросить а вот если ты зальешь вот этой приправой это называется киповская приправа значит вот это постное масло горчица и лимон я иногда сахар добавляю и вот это все маленькая баночка можно и таким ручным блендером забивать но я в баночке получается супер все салаты все салаты люблю бурак варил отварной бурак рецепт креветок креветки давайте рецепт креветок я вам что-то скажу называется креветки саганаки значит вы берете сковородочку опять же туда на дно не так прям чтобы это просто на дно наливайте немножко постного маслица и режете туда помидоры немножко одну сколько можно молотые помидоры взять вот жидкий как томат как там продаются помидоры но я предпочитаю резать помидоры вот речь туда помидоры помидоры вы значит вот у тебя они дают и наливаешь туда 20-25 грамм воды и закидываешь туда креветки и вот вместе с помидорами они у тебя как бы обволакиваются и посыпаешь сверху уреган это в турецких магазинах там посыпаешь и вот они у тебя значит как бы тушатся без крышки для него на этом огне когда они у тебя уже ты видишь что вот они у тебя почти эти креветки готовые берешь сыр фету и вот так вот и и прям вот жмешь и туда и добавляешь на чайную ложку горчицы и вот это все вот они у тебя растаивает и сверху выжимаешь туда один лимон и на большом огне вот немножко пять минут буквально и все это суперская при этот закуска гориды саганаки называется по-гречески очень вкусно потом позавчера я делала но это немножко конечно это ты любишь сыр я делала запеканку из отвариваешь брокколи форму смазываешь немножечко после масла вот складываешь это брокколи в форму сверху значит берешь 3 яичка столовую ложку кукурузной муки заливаешь и значит наливаешь стаканчик сливок опять же это сверху и натираешь вот поверху сыром любым сыром и в духовочку но духовка это где-то на 200 градусов где-то около 40 минут настолько сытно и вкусно вот вот это я буду я брокколи очень люблю салат из брокколи салат из брокколи варишь брокколи отвариваешь морковку режешь колечками и отвариваешь отвариваешь кабачки кружочками туда и делаешь вот эту подливку то есть берешь постное масло мед горчица и лимон и вот так я банки сбиваю белая пенка получается и вот этим заливаешь я соль не ем очень мало соли еще можно чуть перчика бесподобный салат очень сытный очень вкусный вот вот это я хочу сказать что я вот сейчас тоже решила немножко уже сбрасывать потому что сейчас дома сижу значит делаю так я утром стою выпиваю соду с водой с кипятком чайную пол чайной ложки соды на 200 грамм не умываков я не умываков у меня там в греции есть одна подруга она тоже очень сильно хорошо похудела соды увлекаться нельзя это где-то неделю надо пить но когда ты пьешь соду вообще нельзя запрещается есть молочное не сыр молоко да если ты пьешь эту неделю соду то есть у тебя происходит что у тебя даже когда ты пьешь соду у меня начались камни отпадать от зубов я ничего не поняла а это то есть организм у тебя вот эти соды же она же там натрий что такое вычищает у тебя вот эти вот камни внизу у меня начали отслаиваться как будто бы я не понял как раз не разговаривала это от соды значит соду можно пить неделю 10 дней не больше натощак утром встаешь пол чайной ложки на кипяток на 200 граммов я кипяток заливаю вот она у меня остывает вот так я сделала она зашипела и я ее мелкими глотками вот эти 200 грамм выпиваю потом выпиваю стакан воды и хожу потом я делаю себе кофе турецкая кофе ну греческая варю я его люблю очень выпиваю но у меня есть плохое сейчас появилась здесь в лидере в альбертхаме одна сладость такая я ее постоянно покупаю крем-брюле вот это ни в коем случае да я вот это вот значит это завтрак потом в обед надо я делаю супчик я привезла трахана называется кстати это хочу когда ты придешь чтобы я тебе дала ее трахана это значит дело в греции ручная из сыра сухой сыр из добавления какой-то муки она бывает кислая трахана она бывает овощная трахана разный вот мне сейчас на новый год муж приедет я ему скажу привезет если не приезжайте даже посылкой отправлю я закажу тебе трахану овощную там морковка все сухое в таких пакетиках она очень вкусная я варю допустим если ее можно варить и с курочкой и можно варить без курочки но хочу сказать что вот девочки кстати один вкусный рецепт если кто любит курочку или кто любит уху из красной рыбы кто любит обыкновенно варишь суп а в конце берешь значит одно яичко туда выжимаешь пол лимона и взбиваешь хорошо смесь и вот тихо-тихо добавляешь вот в этот суп это что-то это называется обу лимона по-гречески это бесподобные очень бесподобная не да и вкусная такой супчик и он в общем-то он тебе держит организм даже если ты просто варишь трахану или ты сам можно сделать самой лапшу вот чтобы худеть и на яичке просто мука и вода можно такое тоже себя подбалывать ну вот это вот ну естественно нужно исключать и соль и сахар хлеб сладости вот такой я вот решила немножко перед новым годом скинуться потому что я сейчас я вот перед тем как уйти с работы на стрессе и мне хотелось кушать кушать то же самое вот я себя поняла что это нужно себя взять в руки и дайте до этого до свою пищу конечно контролировать я люблю вкусно приготовить вот не стукнет в голову я уже а я побежала то сделаю а ему какой-то не позвонил гормама я приду через часик я уже бегу в морозилку достала белое мясо куриное воде разморозила даже еще под мороженое было я тут же потушила тут же вот эти овощи тут же этот плов без ничего где-то полчаса у меня на все это ушло он пришел вот мама ты даешь а ну слушай саша тут пишут яичко или яйцо если яичко то проблематично придется у кота позаимствовать кстати у меня кот кастрированный еще один кот мне привезли на целый месяц да они оба один лёбушка они меня тут устраивают бои кошачьи но вроде сегодня второй день уже не успокоились как от сахара и соли избавиться очень просто сахар взбивать меньше 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 и соль точно так же ну кстати если сою добавлять соевый соус она заменяет соль да соевый соус можно да кстати в соевом соусе тоже есть соль но не такая большая я забрали избавиться но вот сахар это я заменила медом вот а это хочу сказать просто я вот здесь еще не вот в греции например есть специальный супермаркет а вот эти соевые как фарш продается я вот там брала и делала дома но я смешивала допустим соевый фарш с таким фаршем делала пельмени очень вкусно тоже получались а сейчас чисто вот хочу попробовать из сои кстати котлеты можно из них делать можно делать вот этот как его называется пельмешки те же самые вот вот такое вот все это ну я вот сейчас из-за этого я ничего не делаю от полностью опустошила свою морозилку и говорю посмотрим подожду до нового года потому что я знаю что я сорвусь а или поем своей чебуреки или еще что-то вот так вот а между прочим очень вкусные чебуреки с картошкой сыром тоже очень вкусные получаются да очень вкусно получается можно заменить чебуреки картошка с грибами бесподобного до нового года встретиться я хочу чебуреки можно ну ну ты закажи эти они пусть надо тебе сделать кстати я буду сделать чучхелы я ее чучхелы видела не знаю как я тоже но я же соседи вообще там грузины у нас жили в греческом зале в греческом западе кстати очень вкусно знаешь на шпинат спанаки по греческому называется сыром фетой соединить и вот уже чебуреки здесь сделать я вот это хочу вот это почему спинат сыром вот этот но ты же не приезжаешь вот если бы ты приехала тебе все наготовила мы вчера в больнице были мне назначили новое лечение ну дай бог чтобы вид у тебя неплохой кстати спасибо у меня сейчас подруга в россии лежит и это сама ну в больнице ну конечно не реанимация но она ей на ночь дает кислород дышать у нее вот этот долбанный коронавирус и она бедно вчера говорит Саша ну ты помоли за меня я сразу тебя вспомнила помнишь я тебе даже молитву эту послала она говорит я ее потеряла как ты могла ее потерять я ее ругала смотрю вечером ее муж звонит говорит она меня заставила весь дом перевернуть мы нашли у нее я ей такое колечко туда с греции привозила вот видишь у нас здесь эта молитва и вот в этом году я была нету нету я думала привезу сюда девочкам вот летом когда была почему-то в этой церкви не нашлось но они наверно решили больше деньги зарабатывать на чем-то другом сейчас уже не церковь стала извините меня супермаркет я это да честно я здесь пошла здесь у нас вот в гаге что есть церковь сказали тот батюшка умер мне там целая истерика была я пришла заказать значит свечки поставила 5 евро хотела купить одну икону мне очень нравится икона пантелеймон целитель у меня такой нет у меня здесь дома не знаю сейчас видно будет я вам покажу целый этот галерея вот не знаю видно 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 да это часть моих икон с греции я сюда перевезла вот и я хотела эту икону я ее все равно купила конечно вот она это очень такая сильная икона говорит ну вот когда человек болеет у меня такой не было и вдруг этот батюшка говорит я говорю можно поставить за упокой родителей 5 евро за 1 но в общем там я насчитала я говорю вы меня простите если каждый прихожанин будет приходить и 100 евро оставлять за вот эти записочки у вас что связь с батюшкой да и он мне говорит ну ладно давай 50 я говорю я не поняла вы договариваетесь и молитесь или как ну я больше после этого не хочу даже ходить в эту церковь не знаю поэтому у меня приходили ребята приезжали брали с рутердама там батюшка но он умер он умер да да умер он так любит пельмени они приезжали у меня брали за него только хорошая слышала и вот сейчас мне девочка слышала ты почему думал сюда не ходишь в церковь я говорю мне я каждый день дома здесь зажигаю себе кандилу я с греции привезла вот эти эти и каждый в себе верит можно знаешь ходить в церковь и быть черт знает кем да 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 браво браво и вот я хочу сказать что вот это вот потом люди держат пост говорят ну сыроедение я немножко на сыроедение я не выдержу я себе знаю что я не выдержу сыроедение все-таки я думаю может знаешь как сделать вот да и рыбу салатики и рыбу салатики и рыбу все те же супчики можно овощные готовить грибные супчики можно готовить только от мяса мясо нужно очень так это единственное что курочку так иногда беру это самое я рыба я рыбная душа я очень люблю рыбу я очень люблю рыбу я скучаю я когда приезжаю в грецию да это правда что он такой упростил это бизнес да я поэтому не хожу в эту церковь и ругалась там я ему сказала что я напишу в русскую епархию в москву потому что я прочитала там висит это было это я тебе говорю а кстати там ребенок поел просферу начал кричать почему вы ему дали эту просферу я не докончил службу а там был грудной ребенок маленький 6 месяцев наверно потянул ручку к этому подносу он так себя вел как будто бы вот все его рабы как будто как будто значит на него посмотрела я его конечно у меня же такой язык я его там и послала хорошо и думаю пошел ты знаешь куда я надинка написала смотри сами читайте молитву дома поминайте своих родных бог всех слышит если от сердца да 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 сейчас то же самое когда я ездила маме моей была годовщина я поехала в грецию в россию же не могла поехать я тоже значит мы делаем колево эту пшеницу отвариваешь очень вкусно кстати получается пшеницу отвариваешь засыпаешь ее сахарной пудрой и молотые орехи изюм и значит у нас там такие сухофрукты разные цветные продавались я так сделала все отнесла в церковь чтобы батюшка прочитал я значит там прихожу старушку спрашиваю и она говорит ты должен отсидеть службу господи у меня первый раз в жизни такое было в церкви я уже не знала когда она закончится я смотрела на этих женщин как они падали бились головой я там видела одну она в мясном павильоне работает она там на коленях стояла третья я там что-то причитала думаю наверное у людей какие-то свои грехи замаливают я в это не верю ну в общем я еле-еле досидела но хочу сказать когда я подошла и вот он стал читать за упокой вот кто верит то нет мне вот так мимо меня моя мама вот так 362 я прямо видела тень я поняла все значит моя вот это что я сделала до нее дошла и все я больше ничего не стала делать одна одна бабка выходит говорит пойдите заплатите 50 евро он батюшка будет 40 дней читать за ее упокой моя мама сейчас бедная перевернется скажет моя дочка отдала 50 евро когда она не знает кому так помочь и где заплатить в греции или в голландии или еще где-то понимаешь так что я честно говоря на попов на бога надейся говорю верить нужно здесь души лица я так считаю ну и вот делать разгрузочные дни вот так вот хорошо я должна эфир сохранить девочки попросили давайте сохраняйтесь а на связи ну еще будем рецептами делиться спасибо тебе огромное ты должна теперь каждый каждую субботу ставить будильник и выходить с рецептами я тебя прошу это если ты мне не вот сейчас не послала до этого предупреждения я знала что в субботу надо это был это был извините настоятель нашей православной церкви здесь гаги то же самое в греции то же самое в греции его выгнали с одной церкви он воровал деньги у больных там в греции есть такие фонтанчики и ставят такие как домики туда все кидают деньги его поймали на видеокамере как он воровал деньги сейчас у нас самый главный батюшка в нашем соборе там святого георгия вот как я могу к нему пойти я знаю что его поймали его по телевидению показывали везде нет я считаю что я здесь буду верить сама себе и все и даже если я пойду в церковь поставлю свечку но не батюшке я буду там отчитываться вот так ну все я вам всем желаю здоровья счастья и ждите новых рецептов спасибо мы быстренько заканчиваем потому что осталось 4 минуты так я хочу сказать вам всем огромное спасибо что вы были со мной все это время вы потратили на меня целый час я очень рада очень рада вас всех видите видеть новых людей очень рада всем огромное спасибо спасибо саши за рецепты вот так что встретимся следующую субботу время то же самое 4 по голландии 6 по москве вот 6 часов вечера по москве все давайте всем пока всех обнимаю всех люблю всех целую всем пока всем здоровья вот